Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из интересных партий в Блиц, которую сыграл вице-чемпион мира по Блицу белорусский игросмейстер Евгений Кондраченко. В этой партии у Евгения был красивый выигрыш, но, к сожалению, он его не нашел. Я сразу же предупрежу вас, что я также не смог самостоятельно найти выигрыш в этой партии. То есть я уже пользовался компьютерной программой Тоша. Сегодня вы себя можете почувствовать гроссмейстером и попытаться выиграть эту партию. В этой позиции ход белых, но обратите внимание, что черные грозят пойти до Е5 и выиграть эту позицию. То есть поймать дамку белых. Поэтому белым надо срочно разменивать шашку А5. Ну и Евгений здесь верно побил. То есть на Б4 здесь такой бой не дает выигрыша. Надо бить именно дамкой. Но без разницы на А1 или Б2. Черные играют на А7. Белые играют на Ф6. Черные играют на Ж1. Ну и здесь Евгений точно играет на А4. Черные понимают, что зависнуть здесь не получится. То есть рано или поздно белые выиграют темп. То есть черные сыграли на А7. И белые играют дамкой на Ж5. То есть сейчас, если черные, допустим, отойдут дамкой на Ж1, белые уже нападут. И черные здесь принимают верное решение. Играют ДЕ5. То есть снова хотят поймать дамку белых и даже выиграть тут. Ну и в этой позиции Евгений ошибается. Евгений тут размышлял, но все-таки не нашел выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти его. Выигрыш довольно-таки нестандартный. И когда вы решите эту позицию, если, конечно, решите, то получите большое эстетическое удовольствие. Евгений в этой позиции пошел ДЦ3. Ну и в дальнейшем партия завершилась ничью. Тут нет никаких предпосылок для выигрыша белых. Между тем, белые могли точно пойти дамкой на Д8. И у белых здесь выигрыш во всех вариантах. У черных есть три хода. ЕФ4. Дамкой пойти на Б8. И дамкой на Ж1. Давайте рассмотрим все ходы. Если черные играют ЕФ4, то белые нападают. И выясняется, что после нападения дамки черных на шашку Д2, здесь выигрыш у белых. Белые бьют дамкой на Х2. Черные бьют на С1. Белые точно играют шашкой на Ф2. И выясняется, что на любой ход белые затем занимают своей дамкой большую дорогу. И их шашки беспрепятственно проходят в дамки. Затем строят четырехугольник Петрова, как пошутил Евгений Конхраченко. И белые легко выигрывают. Если в этой позиции черные играют дамкой на Б8, то мы занимаем нижний двойник. Ну и теперь, если ходить шашкой, то белые выиграют вот таким образом. То есть размениваемся. Ну и на нападение возможное просто закрываемся дамкой. И на ход дамкой на С7. Здесь надо точно сыграть так же. То есть мы с вами знаем, что в конце партии свои шашки лучше держать именно на бортах. Поэтому ход АБ4 здесь ведет к ничьей. Возникает знаменитая позиция Саргина. Кто не знает, как играть в позиции Саргина, защищаться и атаковать, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Здесь ничья будет. А вот после хода СБ4 белые выигрывают. То есть на нападение просто отходим. Ну и шашки белых также проводятся в дамке. И белые легко выигрывают. Если же черные здесь не играют, ЕФ4 нападают, допустим, дамкой, то мы сами нападаем. Надо отходить. Ну и в этой позиции белые заходят в тыл черных. И после хода АБ6 просто нападают на шашку. То есть надо закрываться, отходить нельзя. Иначе черные останутся без трех шашек. Ну и белые легко побеждают. Наиболее сложная атака, возможно, вот в этом варианте. То есть черные защищаются ходом дамкой А7 на Ж1. Теперь надо точно пойти дамкой на поле А5. И у черных снова есть несколько вариантов. Если черные играют на А7, то мы снова нападаем. И этот вариант уже мы увидели. То есть здесь белые легко выигрывают. Если черные играют дамкой не на А7, а на поле А2, то мы здесь можем напасть. Ну и черные не могут нападать. Так как после разменов белые снова проводят свои шашки в дамке. Поэтому остается у черных единственный ход. ЕФ4. Ну тогда белые занимают нижний двойник. Ну и у черных здесь проигрыш. То есть остается единственный ход. Мы уходим. Ну и черные здесь проигрывают, оставшись без единственной шашки. Ну и у черных остался единственный нерассмотренный нами ход. Ход в этой позиции ЕФ4. Тогда белые точно играют дамкой на Б4. То есть грозят в случае хода дамки черных по двойнику напасть на шашку черных с тыла. Ну и это окончание уже мы видели. Там белые легко побеждают. То есть допустим пошли сюда, мы нападаем. Ну и после разменов точно играем ЕФ2. И занимаем большую дорогу. Это мы знаем. Поэтому у черных в этой позиции есть два сильных продолжения. Вот такое нападение. Ну и здесь отход, как ни странно, ведет лишь к ничьей. То есть белые должны точно пойти либо на поле А5, либо на поле С3. Ну и после того, как черные бьют, белые неожиданно играют ЕФ2. И выясняется, что дамка черных ограничена. То есть в данном случае сила дамки черных равна одной шашке. Поэтому черным приходится жертвовать единственную шашку. Ну и здесь белые легко побеждают. Поэтому черные в этой позиции играют ФЖ3. Ну и пытаются провести свою вторую шашку в дамке. Если это им удается, то партия неизбежно заканчивается ничьей. Кажется, что черные близки своей цели. Но на самом деле белые здесь успевают выиграть. То есть белые точно нападают. Закрываться нельзя. Потому что дамка черных будет зажата на двойнике. Просто некуда ходить. Поэтому черным приходится уходить на А2. Ну и здесь помогает выиграть старинная тюдная идея. Просто ходим дамкой на Б8. Ну и на любой ход дамки. Либо на Д4, либо на А7. Жертвуем. Можно и таким образом пожертвовать. И таким. Жертвуем шашку. И зажимаем дамку черных на двойнике. Вот такой красивый выигрыш был в этом интересном Эншпиле. Друзья, если вам понравились вот эти нестандартные идеи в Эншпиле, то пожалуйста поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соц. сетях. Буду вам за это благодарен. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если вам что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Ну, а сам Эншпил получился из довольно-таки заезженного дебюта. Игра Бадянского. То есть Евгений играл белыми. Его соперник черными. АБ4, БА5. БА3, АБ6. АБ2, БЦ5. Белые размениваются на Д4. Ну и черные играют Эфи5. Белые размениваются на Ц5. Ну и в подавляющем большинстве партий черные играли АЖ5. И здесь все известно давно уже наперед. Но соперник Евгения в этой партии сыграл АЖ7. То есть пошел нестандартно. И на ход ЦБ6 черные ответили ЖФ4. Евгений сыграл БА7. И черные занимают центр. Белые играют БА3. И черные перегруппируются назад вот таким разменом. Кажется, что позиция черных приятнее. То есть у них шашки стоят монолитно. Шашки белых несколько разбросаны по флангам. Но за счет вот этого разведчика на поле А7 у белых есть здесь достаточная контр-игра. Белые играют ЖФ2. Черные ЖФ6. Белые ФЕ3. Черные ФЕ5. То есть планы сторон определились. Черные занимают центр. Белые играют на его окружение. Белые играют ЖФ4. Ну то есть тут нельзя было играть ДЦ3 из-за банального ЦБ6. И белые оставались без двух шашек. Ну и естественно, гроссмейстеры не попадаются на такие ловушки. ЖФ4 и ФЖ7. Ну и здесь Евгений разменялся назад. Черные пытаются укрепиться в центре. ЕФ6. ФЕ3. Ну и здесь, так прошу прощения, ДЦ3. И здесь черные грубо ошиблись. То есть здесь надо было все-таки играть ДЦ5. А черные сделали вот такой, кажется, безобидный ход. ФЕ5 на самом деле он тут практически проигрывает. То есть белые точно отвечают ЦД2. Ну и выясняется, что практически черным некуда ходить. То есть все-таки надо играть ЖФ6, ставить какой-то упорчик для размена. Но белые точно играют ФЕ3. И выясняется, что черным по сути некуда ходить. Видите, постоянно нет хода ДЦ5 из-за банального ЦБ4. Размена также нет, так как черные остаются без шашки. То есть а куда играть черным? А ЖФ5 нет хода из-за ЕДЦ4. Когда черные отходят, белые нападают и выигрывают шашку. То есть остается единственный ход. Ну и друзья, запомните, что в позициях, когда у вас единственный ход, как правило, это не очень хорошая позиция. Ну и здесь белые точно нападают, надо закрываться. И Евгений здесь сыграл не точно. То есть он сыграл ЖФ3, и черные поймали свой шанс. То есть провели вот такой удар. Ну и после удара возникает уже известное вам окончание. То есть видите, вот эта позиция. То есть Евгений немножко поторопился. У белых был точный выигрыш ДЕ3. То есть если играть ЖФ5, мы просто играем ЖФ3. Ну и после нападения единственный ход здесь за черных. Просто размениваемся вперед. Ну и черным надо сдаться. Ходить просто некуда. А удар здесь за черных уже не проходит. То есть после того, как черные отдают три шашки, белые бьют на поле Ф6. Ну и этот Эншпиль уже, конечно, легко выигран за белых.